Но сейчас Адмирал в шести секундах, да, шесть и одна. Арбитры подмотали секунду как раз, чтобы подправить время. Максвелл выигрывает Хохлачев, и вот он, бросок Пепеляева. Еще один шанс, еще один бросок. Гол! Четыре десятых секунды, и еще не все в этом матче. Еще не все. Если уж веселиться, так на полную катушку. Наталья, ну видишь, я правильно сделал, что взял паузу с одним-то и двадцатым шагом. Это невероятная концовка просто. Я просто видела, как Андреевский уже встал здесь на скамейку и говорил ребятам просто терпеть необходимо. И все это звучало за считанные доли секунды. Невероятно. Две десятых секунды. Не дотерпел Адмирал, но он в любом случае возьмет очки в пятом матче подряд. Спартак после того, как не взял очки в двух последних играх в Нижнекамске и в Уфе, взял очки в первой игре домашней серии. У Спартака, кстати, след за Адмиралом Куй-Лунь и затем Амура. А потом надо ехать уже в гости к Йокерину. И это все, соответственно, до конца сентября. Двенадцать заброшенных шагов. Но, правда, пока-то на табло 6-5. Вот, бросок. И здесь, как и в случае с первым просмотром, здесь особенно нечего просматривать. 6-6, да. Все на табло 6-6. Две десятых секунды до конца основного времени. Двенадцать голов. Опять же, бывает, конечно, и больше. Но я просто вам напомню. У Адмирала перед сегодняшним днем средним забрасывалось за матч 1,73 шага. У Спартака 2,27 шага. Ну вот, сообща, сегодня они соорудили двенадцать. В итоге будет тринадцать. Вопрос в том, будет ли тринадцатое следствие овертайма. Или они еще умудрятся каким-то невероятным образом не забросить друг другу в формате 3 на 3 и доползти до буллитов. Но вот в этом я как раз сомневаюсь. Продолжение следует...